Добрый день, дорогие друзья! В эфире авторская программа Яна Ёфы «Странички истории». Здравствуйте, Ян! Добрый день, Александра! Добрый день, радиослушатели! Вначале я хочу ответить на небольшой вопрос одной из наших слушательниц, госпожа Мила Скоребнева. Она просила разъяснить, что по ее данным, во время прошлой пандемии свиного гриппа в Соединенных Штатах, это было 10 лет назад, заболело 60 миллионов человек, умерло 12 тысяч. Ну, а Всемирная Организация Здравоохранения приводит цифры, которые я цитировал, это совершенно другие цифры. Всемирная Организация Здравоохранения говорит, что всего в мире заболело от вируса H1N1 1,6 миллиона человек во всем мире, в том числе в США, менее 300 тысяч. Как видите, есть разница, менее 300 тысяч и 60 миллионов. А умерло тогда в мире 19 тысяч 633 человека, а в Соединенных Штатах 3450. Но дело не в этом. Дело в том, что кроме статистики есть и другая. Статистика здравого смысла. Неужели можно поверить, что 10 лет назад в Соединенных Штатах заболело 60 миллионов человек? При этом, как вы знаете, смертность обычно от вирусных таких пандемий, ну, она колеблется от 1 до 5 процентов. Вот представьте себе, действительно же заболело 60 миллионов человек в Америке. Мы все с вами жили 10 лет тому назад. Смертность, ну, возьмем чисто условно, 2 процента. То есть в Америке 10 лет назад от этой эпидемии свиного гриппа должно было умереть 1,2 миллиона человек. А умерло-то в действительности 3450. Вот так что никто в этой стране, оказывается, и даже не подозревал, что есть такая страшная, страшная эпидемия. Более миллиона человек умерло. То есть здравый смысл обычно говорит, вы прочли какую-то цифру, но что-то тут не то. 60 миллионов, почему 60, а почему не 600, ну и так далее. В общем, как вы помните, тогда не было в Америке 10 лет назад ни карантина, ни... Все работало, и кинотеатры, и торговые центры, летали самолеты. Так что давайте спокойно, а вообще относиться ко всей этой информации, основная масса этих цифр неизвестна, откуда берется. А вообще, мы живем в такое время, что нам достаточно наклониться над экраном компьютера и сказать, спросить Гугл. Гугл, скажи, сколько человек умерло в Соединенных Штатах 10 лет назад. И Гугл вам точно ответит. Ну, это так, это предисловие. А вообще, через два дня у нас с вами Пейсах. Я уже говорил про жилас, как еврейское племя патриарха Якова попало в Египет. По библейскому преданию, израильтяне прожили там 400 лет. Научными исследованиями даются возможность установить в общих чертах связь между историей еврейского народа и историей Египта в ту отдаленную эпоху. Во время семнадцатой династии фараонов за две тысячи лет до нашей эры значительная часть Египта была покорена бродячими семитами пустыни, которые египетские надписи называют шасу, кочевники. А позднее греческие истории дали им название гиксы. Они царствовали в Египте на протяжении нескольких столетий. Тогда и жил фараон, который по библейскому преданию сделал Иосифа главным правителем Египта и разрешил его родственникам селиться в Египте. Около 1600 года до нашей эры иностранная династия гиксов была свергнута, и в Египте опять утвердилась национально-фиванская династия фараонов. Ненависть коренного населения к своим бывшим угнетателям распространилась теперь на все семитские племена, включая израильтян, живших в провинции Гошен. Фараоны новой династии поработили евреев. Они, как и сотни тысяч других рабов, строили пирамиды, новые города и испытали на себе всю горечь египетского рабства. Приемники фараона Рамзеса II, когда могущество Египта стало падать вследствие многочисленных восстаний рабов и набега кочевых племен, израильтяне окончательно покинули Египет и ушли в соседние пустыни, где кочевали родственные им семитские племена. По вычислению египтологов это случилось более трех тысяч лет назад. Героем освобождения израильского народа является величайший из его сынов Моисей. Ключевая фигура Торы, он действует от имени Бога и выводит евреев из рабства, насылает на Египет десять казней, возглавляет в течение сорока лет с китайщих по пустыне евреев, приносит им закон с горы Синай и готовит их вступление в страну Ханаан, землю обетованную, которую обещал Бог Аврааму. Моисей воспитывался при дворе фараона. Если бы, конечно, он рос в рабстве вместе со своими соплеменниками, у него никогда бы не развились чувства гордости, мудрости и смелости. Это качество, необходимое для человека, возглавившего освобождение рабов. Историю мы знаем о трех событиях в жизни Моисея до того, как Бог избирает его пророком. Вы знаете, что Моисей убил египетского надзирателя, увидел, как тот избивает еврейского раба. На следующий день он хочет примирить двух дерущихся евреев, но один из них говорит ему, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как ты убил египтянина?» Моисей понимает, что он в опасности, и хотя его высокий статус защищает его за убийство простого надсмотрщика, но убийство человека, выполнявшего обязанности перед фараоном, может быть истолковано как мятеж против царя. Действительно, фарон приказал убить Моисея, и он бежит в страну Медьян. Здесь он оказался втянутым в другой конфликт. Он встал на защиту дочери жреца Итра, которых пытались изнасиловать пастухи. Везде у Моисея обнаруживается одно и то же стремление встать на сторону справедливости. Так что, там же, когда он жил у этого жреца, Митра, он женился на его дочери Ципури. Однажды, когда он со своим стадом удалился в пустыню, ему явился ангел в виде горящего, но не сгорающего куста, неопалимая купина. Бог призывает Моисея вернуться в Египет и вместе со своим братом Аароном предъявить фараону простое требование. Но это требование перевернуло весь мир. Отпусти народ мой. Вспомните, как первые еврейские диссиденты еще в начале 60-х годов прошлого века предъявили это простое требование коммунистическим фараонам Советского Союза. Отпусти народ мой. Начались аресты, преследования, тюрьмы, отказы. Результат коммунистическим фараонам пришлось отпустить евреев. Из Советского Союза уехало более двух миллионов евреев, часть в Израиль, часть в Соединенные Штаты, кое-кто в другие страны. Перед смертью Моисей произнес последнее наставление израильтянам. «Никто из людей этих, из этого рода, не увидит землю, которую Бог поклялся отдать отцам вашим. И на меня Бог прогненулся, и ты не войдешь туда». Трудно судить, почему большой группе израильтян, ушедших из Египта, не суждено было увидеть землю обетованную. Одно из объяснений так, такое. Эти люди еще по сознанию, по привычкам, по привычкам своим были рабами. А Бог желал, чтобы земля принадлежала народу свободному. Понадобилось 40 лет блуждания в пустыне, чтобы превратиться из бывших рабов в свободный народ. Нелегко избавиться от рабского сознания. Свобода не приходит сама по себе. Ее надо заслужить. Вернемся к символу неополимой купины, которая занимает одно из центральных мест в иудаизме. Из огня, охватившего куст терновника, перед Моисеем предстал ангел. Моисей с успоком смотрит на куст, который горит, но не сгорает. Он подошел поближе и услышал голос. Моше, Моше. И он ответил, вот я. Горящая купина стала символом выживания евреев. Народа, которого враги будут бесчисленное количество раз сжигать, но он останется жив. Здесь, у горящего куста, Моисей получил указание отправиться в Египет и вывезти оттуда еврейских рабов. Он возражает Богу, кто я такой, чтобы мне идти к фараону. Вот я приду к сынам Израиля и скажу им, Бог, отцу ваших, послал меня к вам. Они мне скажут, какое имя ему, что сказать мне им. И Бог ответил, этье, эшер, этье. Это практически непереводимое выражение дословно происходит из глагола быть, бытие. Я есть тот, кто я есть. В православной Библии это слово переведено «эс есм сый». Я есть сущий, то я есть, кто был, есть и будет. Для верующего человека и для познания Бога не требуется ни его имя, ни доказательство его существования. Он всегда будет тем, кем он представился, именно человеку, который верит в него. Десять казней египетских – это не столько принуждение фараона освободить евреев. Для этого хватило бы одной последней – это смерти египетских первенцев. Их смысл этих казней состоит в демонстрации превосходства Бога над египетскими идолами и наказанию за те нечеловеческие условия, в которых содержали рабов, за издевательство над ними. Спустя некоторое время, после освобождения евреев, фараон передумал и послал армию вернуть их обратно. Египтяне преследовали бегущих из Иерусиан до Ямсу – Красное море. Из Иерусиане были в панике. Позади египетская армия, впереди морские воды. Но свершилось чудо. Бог посылает сильный восточный ветер, который раздвинул морские волны, и образовался на дне моря проход. Не успели евреи переправиться на другой берег залива, как воды сомкнулись, и вся египетская армия утонула. Для евреев амалектиане, своего рода нацисты древности, были злобные, беспощадные враги. Они нападали на Израиль во время скитаний по пустыне, в основном сзади походных колонн, где находились дети, женщины и старики. Трудность амалектиан, их жестокость вызвали у Бога гнев, и он повелел уничтожить их. Спустя сотни лет такой же приказ передал царю Саулу пророк Самуил. Саул побеждает амалектиан в битве, но решил пощадить их царя Агата. За непонавением Бог передает его царство Давиду. Много лет спустя один из потомков царя Агата, которого пощадил Саул, вновь появляется на странице истории еврейского народа. Теперь дело уже происходит в Персии, и этот потомок амалектиан, знаменитый Гаман, который служит при дворе персидского царя, и, пышащись ненавистью к евреям, хочет истребить их всех. В еврейской религиозной традиции кульминация исхода – это дарование Торы на горе Синай. Израильтяне достигли горы Синай семь недель после исхода из Египта. Здесь, вбок, в первый и единственный раз, обратился ко всему народу и возвестил ему десять заповедей. Люди были испуганы грозным появлением Бога среди грома и пламени. Моисей успокаивает народ и сам поднимается на Синай, где проводит сорок дней и ночи. Здесь Бог и передал Моисею Тору. Как говорят мудрецы, закон данный Моше на Синай. Галаха ле Моше Мо Синай. Бог дал понять Моисею, что его отношения с народом будут основаны на определенным условиях. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет со мной, то будете у меня царством священником и народом святым. Народ собрался у подножия горы Синай, где Бог через Моисея возвещал им десять заповедей. Народ ответил – все, что говорил Господь, сделаем и будем слушать. На древнееврейском языке слово «завет» – брит. В Торе описывается еще два других особо значимых договора. Один гарантирует обязательство Бога перед Аварамом и его потомками, а другой, где говорится, что царский титул не уйдет из дома Давида. Слово «завет» – брит, понимается как двухстороннее соглашение. Евреи должны соблюдать законы Бога, а он должен оберегать их. Десять заповедей, изложенные в Торе, оказали огромное влияние на развитие человеческой цивилизации. Они перекочевали в христианство. Первые четыре заповеди касаются отношения человека и Бога. Первая заповедь – даже не столько заповедь, сколько заявление. Я – Господь Бог Твой, который вывел Тебя из страны египетской, из дома рабства. Еще три говорят о единобожии. Да не будет у Тебя других богов, кроме Меня. Запрещаю произносить имя Мое попусту. И устанавливают шаббас. Помни день субботный, чтобы светить его. А пять заповедей говорят об уважении к отцу и матери, а еще остальные заповеди – запрещающее. Не убей, не прелюбодюйствуй, не кради, не уже свидетельствуй и не покушайся на собственность другого человека. Десять заповедей подразделяются на две части. Первое, как я уже вам сказал, отношение людей к Богу, а последнее – отношение между людьми. Когда Моисей был в течение сорока дней на вершине Синая, израильтяне отлили для себя маленькую золотую статую – быка, и стали поклоняться ей. Этот инцидент показывает, что вера израильтян в период их блуждания по пустыне еще не была прочной. Бог решил, что народ, выросшив в рабстве, не годится для страны свободных людей. Все поколения освободившихся рабов должны умереть, прежде чем их потомки войдут в Канаан. Человек не освобождается от рабства только потому, что его освободили. Он сам должен проделать огромную работу для преодоления духа рабства. А это требует значительных усилий и желания. Многим так и не удается. И человек, вроде бы и свободный, остается рабом из своих убеждений, из своих мыслей, привычек и действий. Брат Моисей Араон – первосвященник. Он часто выступает от имени Моисея, который, как вы знаете, он страдал дефектом речи. Моисей заикался. Народ очень любил Араона. И когда Моисей гневался, Араон вел себя иначе. Хотя именно он помогал в изготовлении идола, золотого тельца. В еврейской традиции Араон – пример миролюбивого человека. Его так и называют – Агеф Шалом – миролюбец. Сестра Моисея Мирьян вошла в историю благодаря заботе о своем брате Моше. Это она, хотя ей было тогда только 10 лет, уговорила дочь фараона взять ее мать в качестве кормилицы. Когда Бог раздвинул воды Красного моря и спас евреев от преследования, именно она, Мирьям, увлекла еврейских женщин Израиля в бурный танец радости. А когда ее настигло какое-то заболевание кожи за то, что она осудила женитьбу Моисея на нееврейке, Моисей произносит краткую молитву из пяти слов. «Эль нарафа нала» – «Боже мой, пусть она выздоровеет». Это потом эту молитву будут повторять евреи, когда молятся за выздоравливающих. Заповедь «Люби ближнего, как самого себя», которую повторил Иисус Христос, сформулирована, конечно, сформулирован не Христос. Христос просто цитировал Тору. Основатель хазитизма Баал Шефтов так пояснил эту заповедь. «Как мы любим себя, несмотря на собственные недостатки, о которых мы хорошо знаем, так мы должны любить своих ближних, несмотря на недостатки, которые мы в них видим?» Еврейская традиция ставит эту заповедь «Люби ближних, как самого себя, выше всех остальных». Так учил великий еврейский мудрец Раби Акива. «Люби ближнего своего, как самого себя». Вот главный принцип Торы. Как же получилось, что израильцы 40 лет странствовали по пустыне, вместо того, чтобы сразу идти из Египта в Канан? Ведь первоначально Моисей планировал сделать это за несколько месяцев. Он послал туда 12 разведчиков, по одному из каждого колена Израилева, чтобы узнать, какова эта земля. Десять из них вернулось напуганными. Годы египетского расства разрушили их уверенность в себе. Они рассказывали, что жители Канана так сильны и так высоки, и такие огромные, что евреи, по сравнению с ними, кажутся саранчой. Да, Канан действительно богатая, обильная земля. На ней, значит, вот когда они с собой, эти разведчики, притащили виноградную гроздь, ее пришло снести на шесте. Два человека ее несли. В ней подлинно течет молоко и мед. Но евреям даже нечего пытаться покорить эту землю. Не можем мы пойти на народ тот, ибо он сильнее нас. А вот два разведчика думали иначе и говорили. Не стоит, братья, не стоит бояться народа земли той. Бог на стороне евреев, и они должны покорить эту землю. Но их рассказ не убедил евреев. Они гневно набросились на Моисея. Не учили нам возвратиться в Египет. Гнев Бога, обрушившийся на эту толпу, был огромен. Он решил, что израильтяне будут бродить по пустыне до тех пор, пока не умрет все поколение, вышедшее из Египта. Бог хотел, чтобы Ханан населили новые люди, рожденные на свободе и свободные от рабского сознания. Только эти два разведчика было суждено увидеть эту землю. Один из них, Йошуа бен Нуну, стал потом преемником Моисея. До сегодняшнего дня в своих моментах они называют Ханан, Эрец, Зават, Хаман, Удваш. Земля, текущая молоком и медом. Кстати, мед – это единственный кошерный продукт, который производят некошерные насекомые. Пчела считается некошерной, а вот мед вкусный и кошерный. Во время скитания евреев по пустыне не раз возникало недовольство людей из-за отсутствия еды, воды, были и волнения. Одно из них известно как бунт Караха. Этот недолгий мятеж был самым серьезным, направленным против руководства Моисея. Корей Карах собрал недовольных израильтян, как из своего пления левитов. К нему же принадлежал и Моисей. Также из племени Рувена. Особенно опасным этот мятеж сделал то, что к нему примкнули многие знатные люди. Сам Карах происходил из очень влиятельной почтенной семьи. Тора ничего не говорит о предшествующем этому мятежу отношении между Карахом и Моисеем. Карах, как обоснование мятежа, выбрал такой, значит, демагогический и популистский повод. Полно вам укорял Карах Моисея и его брата Рона. «Ведь не только вы, а все святые и среди них Господь. А чего же вы возноситесь над собранием Господним?» Моисей был потрясен обвинением в узурпации власти и тем, что к Караху примкнуло 250 начальников общины. Он молча встал на колени и начал молиться. А когда поднялся, попросил Караха и его сторонников прийти к нему на другое утро, тогда Бог покажет, кого он хочет видеть вождем Израиля. На следующий день Карах со своими союзниками встали у шатра Откровения, этот шатер, где хранился ковчег Завета. Моисей сказал собравшейся толпе, «Если умрут они, то это воля Господа». Едва он кончил говорить, как раскрылась земля и поглотила Караха и его домочадцев, и всех людей Караха, и все имущество. И сошли они живыми в преисподнюю, и покрыла их земля, и исчезли они из среды общества. Выражение «все люди Караха» относится только к его сообщникам, а не к родным, потому что сыновья Караха не присоединились к отцу и не присоединились к мятежу, и поэтому не были наказаны. В дальнейшем один из величайших еврейских вождей и пророков Самуил был прямой потомок Караха. В еврейской традиции Карах стал символом непримиримого оппортунизма. Он выходит из именитой семьи и не видит причин, почему Израиль должен руководить Моисей, а не он. Эгоизм, безграничная зависть, жажда власти подняла его на мятеж. Мятеж Караха – хорошая иллюстрация тому, что сейчас происходит в Израиле. За один год там прошли три раза выборы в парламент. Именно в тот момент израильской истории, когда все в кучу и коронавирус, и потрясение в экономике, 25% израильтян не работает. И вот взаимная неприязнь лидеров Ликута, Натанягу и лидера Кахалаван Бениганца. Да, они сейчас сели за стол переговоров, уже две недели переговориваются. И Бениганц решил со своей партией примкнуть Ликуду. Но пока еще, как говорят, еще правительство не сформировано. А ведь, казалось бы, интересы страны в такой тяжелейший период времени должны преобладать? Нет. Вот этот принцип Караха, он еще действует. Так что, ну, все это, конечно, очень старо, как говорят, и весьма-весьма печально. Последние 12 стихов Торы описывает смерть Моисея. Вот что там дальше произошло, я вам расскажу после небольшого пережива. Ну вот, дорогие друзья, мы и подошли ко второй части программы Яна Йоффа «Странички истории». Ян, прошу вас, продолжайте. Вот как описаны последние дни земной жизни Моисея. Моисей восходит на гору, возвышающую над Израилем. Вот страна, говорит Бог, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, сказав потомству твоему, дам ее. Я дам тебе увидеть ее глазами твоими, но туда не перейдешь. Затем описывается смерть Моисея и его похороны в стране Моав. Никто не знает место его погребения до сегодняшнего дня. Вот как объясняет факт, что могила величайшего пророка еврейского народа неизвестна еврейский философ Вальтер Каффман. Моисей ушел, чтобы умереть в одночасье, чтобы никто не знал его могилы и не поклонялся ей и не придавал значения бренному телу. Живя в Египте, он знал, как склонны люди к подобным предрассудкам. Уходя умирать в одночасье, он мог оставить свой народ с мистической тайной, с мыслью, что он не умер, но поднялся на небо, с сознанием, что он бессмертен и божественен. Вместо этого он создал прочный человеческий образ. Он оставил свой народ с мыслью о том, что, будучи несовершенным человеком, он не получил Божьего разрешения вступить на землю обетованную, но поднялся на гору, чтобы увидеть ее перед смертью. Евреи оказались столь верны его духу, но никогда не поклонялись ему. Что евреи подарили миру, так это не Моисей или какую-либо другую личность, а идею о Боге, идею о единобожии и человеке. Сердце Моисея разбилось бы, если бы он подумал, что его потомки будут строить в его честь храмы, делать из него икону или возносить на небеса. То, что он не был обожественен, как Христос, как Будда, Конфуций или фараоны, одно из значительных проявлений идей о Боге и человеке и Библии. Даже своей смертью Моисей, слуга Господа и евреев, продолжает служить Богу и еврейскому народу. Это весьма поучительно интересная мысль. Обратите внимание, как советские коммунисты, эти безбожники, которые разрушили тысячи церквей и расстреляли десятки тысяч священников, сразу же построили мавзолей своему идолу Ленину наподобие египетских фараонов. Мгновенно была создана новая религия коммунизма. Мгновенно учение было объявлено бессмертным. И тут же появились новые кардиналы, члены Политбюро и более мелкая сошка секретари ЦК и всяких обкомов и райкомов. Но посмотрите результат. 70 лет и нет ни государства, нет лжерелигии коммунизма, нет ни учения, нет ни учителей. А мавзолей остался. Вот это и лежит там эта мумия на посредине Красной площади. Может она лежит, чтобы на память. Как-никак там лежит человек, обосновавший теоретически убийство миллионов людей. На практике это осуществил его верный ученик Сталин. Все рухнуло. Осталась ностальгия по твердой руке и по сталинскому порядку, жестокости и голодомору. Великий он, и он и полководец, и организатор, и создатель Великой Империи. Нужен идол. История евреев говорит о другом. Человеку нужен Бог. Человеку не нужны идолы. Так что, если тот внимательно смотрит, где-то совсем недавно, какой-то священник в небольшом городишке попросил нарисовать икону там святая Пелагея, и рядом с ней стоит Сталин. Ну вот так. А такой есть у них там Проханов, господин Проханов. Он вообще уже несколько лет требует объявить Сталина святым. Вот вам самый кровавый палач в истории человечества. Он не как для этих сталинистов. Он святой. Святой человек. Между исходом из страны рабства Египта и вступлением в землю обетованную Ханан прошло, согласно преданию, несколько десятилетий. Жизнь из рельсан в пустыне состоит из двух моментов. Из кратковременного пребывания в окрестностях Синая и более продолжительного пребывания в оазисе Кадеш, вблизи и дома и южных границ Ханаана. К Синая из рельсаней шли прямо из Египта под влиянием сильного подъема национального духа в вызвану освобождение от рабства. Народ чувствовал потребность в объединении. Полный надежд и светлых стремлений, он следовал за своим вождем Моисеем. Внезапное изменение образа жизни произвело свое действие на выходцев из Египта. После плодородных берегов Нила они очутились в мрачной, безводной пустыне, где, как грозные великаны, возвышались обнаженные скалы, вершины которых уходили в облака. Здесь как бы терялась граница между землей и небом, между жизнью и смертью. Здесь встал дух Творца. Если там, в Египте, народ испытывал тяжелый гнет, людской, то здесь, среди простора, безлюдной пустыни, он чувствовал над собой высшую власть, власть единого, вечного Бога. У подножия горы Божией Харха-Элохим Синая народ услышал те беспримерные заповеди, которые сделались краеугольным камнем иудаизма. Бог является не только владыком природы, но не только владыкой природы, но и человеческой жизни. Он не только Бог Вселенной, но и Бог израильского народа. Он даже имеет собственное имя Яхве, Ягова. Я, Яхве, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, так гласит первая заповедь. Бог един. Не должно быть многобожия и долопоклонства. Субботний покой предписывался как средство поддержки в народе здоровья и свободу духа, почитания родителей, как главный устой семейной и общественной жизни запрещалась ложь, убийство, воровство, распутство, жадность, то были вечные истины, которые еврейский народ открыл всему роду человеческому. Во время пребывания в пустыне народ приучался к общественной жизни. Здесь впервые стали применяться и отдельные законы о человеколюбии, о сострадании к слабому. Все люди равны перед Богом. И мужчины, и женщины, все равны, и богаты, и бедны, господин и слуга. Там же в пустыне были заложены и основы богослужения древнего Израиля. Народной святыней стал ковчег завета. Ящик, где находился каменные плиты, скрижали с десю финальскими заповедями. Во время стоянок в пустыне ковчег находился в шалаше собрания. Во время войн левиты с ковчегом шли впереди израильтян в знак того, что сам Бог предводитель стоит народом. При этом раздавались клики «Восстань и Егова, и пусть рассеются враги твои!» Удушевлены присутствием святыни в их среде, израильские войны сражались мужественно и одержали те блестящие победы, которые открыли им доступ в Ханан. То были священные религиозные войны, войны Яхвы, мечамот Яхвы, как говорится в Торе. Около 13 века до нашей эры израильтяни завоевали Ханан. Затем наступило время, то, что в Торе называется глава Суде, время, легенд и благодаря Самсона через 200 лет в Израиле был избран первый царь Саул, а затем с 1055 года до нашей эры до 1015, то есть 40 лет царствования царя Давида, создавшего крупно израильское государство, после его смерти Соломон, после смерти Соломона царство распалось, иудеи просуществовали еще по тысячу лет. Второй Иерусалимский храм уже пал в 70-м году нашей эры. Казалось бы, все, но предсказания пророков и обещания Господа сбылись, и через две тысячи лет, после всех трагических событий, израильский народ вернулся на землю своих отцов, он создал новое государство, которому суждено существовать до окончания рода человеческого. Вот, вкратце, слова, что я сегодня хотел сказать о Моисее, величайшем пророке еврейского народа. И вот тут, когда мы все время говорим, ведь 19-го числа, 9-го это еврейский пейсах, а 19-го православная православная Пасха, хоть тут есть две Пасхи, но два разных значения этого слова. Еврейская Пасха это праздник освобождения еврейского народа от рабства, это праздник создания еврейской нации. Православная Пасха это другой праздник, это праздник, когда верующие празднуют распятие Иисуса Христа, его смерть за искупление грехов человечества и его воскресение, которое обозначает вечную жизнь. Так что каждый верующий, который верит в Иисуса Христа, верит в его учения, ему уже искуплены Иисус Христов смертью с моей смерть поправ. И поэтому любые люди, которые верят в него, получат жизнь вечную. Вот это разное значение смерти Иисуса Христа, которая обозначает Пасху и Новый Завет, и еврейский Песах, который обозначает праздник освобождения. Вот в такой атмосфере мы с вами сейчас накануне этих двух праздников Песаха и Пасхи. Но атмосфера, как говорят, не очень хорошая. Я сейчас не буду очередные цифры называть, потому что устает от них. Цифры, конечно, весьма, весьма такие впечатляющие, драматические. Количество заболевавших увеличивается во всех странах мира, как и количество смертельных исходов. Но все же, я хочу, надо все же расставить, правильно понимать. Это эпидемия, да. Тяжелая эпидемия, да. Например, в Соединенных Штатах умерло уже более 10 тысяч человек. По всему миру это уже заразилось, 1,3 миллиона. Но вопрос вот заключается. Вот, как вы думаете, а сколько людей в мире умирает ежегодно или ежедневно в мире умирает 165 тысяч человек каждый день. от разных, от возраста и от всяких заболеваний и прочее. То есть, вы сравните даже самую такую тяжелую эпидемию, как эта, по сравнению сколько людей умирает от обычного гриппа, это не значит, что им надо пренебрегать. И есть пока только одно всего лекарство, это карантин, изоляция, чтобы люди не ходили, не распространяли. Ведь инкубационный период человек может даже не знать. Он уже подхватил эту бациллу, этого коронавируса, и она только проявится у нее в виде заболевания через две недели, а он ходит, общается и прочее, и заражает других людей. Это очень серьезная пандемия. И хотя цифры могут сказать, да, подумаешь, там умерло 10 тысяч человек, но это серьезно, особенно для таких городов, где население скучно живет, больших апартинт-билдингах, как в Нью-Йорке, там и смертность высокая, там половина всех смертей в Соединенных Штатах, это в Нью-Йорке. То есть к этому надо относиться серьезно, но совершенно не нужно паниковать. Но на это, так как человеку свойственна паника, свойственен страх, отсюда и процветает огромное количество вот этих всяких теорий, всяких запугиваний, и что это не просто эпидемия, и что это не просто натуральный путь от летучих мышей к человеку, и что эти уже были от свиней к человеку, и от птиц к человеку, и был уже в 63-м году тяжелейшей пандемии японского гриппа. Это не первая, не последняя пандемия. Нет, все равно возникает. Как легко человеку поверить в теорию заговора? Это же кем-то организовано, это же кому-то выгодно, это 26 человек, которые там щут маски, им надо было организовать эту эпидемию человечеству, а может это выгодно всемирному правительству, что в мире стало на 300 человек, на 300 тысяч человек умерло. Ну что такое 300 человек, когда умирают в год 80 миллионов человек, а других причин. То есть я вам скажу, вот эти теории, они действуют на человека. Вот я вчера смотрел интервью министра здравоохранения России с Познером, и вот того-то спрашивают, ну вот ты скажи, все же это искусственная эпидемия, кто-то ее сделал, этот вирус, занес, и министр здравоохранения, он у них там заслуженный человек, он профессор заведующей кафедры и в Бауманке, и читал лекции в Минзинском университете, он говорит, нет, это натуральный вирус, который передается от животных к человеку, мы это знаем, работаем над этим, по всему миру стараются создать вакцины, но все равно теория заговора есть, были и будут, как вы думаете, какой сейчас самый дорогой продукт в Москве, это лимоны, это чеснок, и это что-то, наверное, имбирь, да, имбирь, совершенно верно, а у них цена буквально за две недели подскочила, лимоны в пять раз подняли с цены, чеснок в пять, а имбирь в десять, ну что ж, потому что по всему интернету русскому бежит, что сочетание этих трех лимон, имбирь и хиета дают нам лекарства, чтобы мы не заболели, ну что ж, кому-то кто-то неплохие деньги положит в карман, хотя вот этот министр здравоохранения России говорит, это не помогает, это не работает, это не имеет никакого отношения к вирусу, к этому, к пандемии, но, благо дело, мы верим во многое, и хотим, главное, чтобы она сверху, чтобы она была истинной, всего вам доброго, счастливого писака.